Выбирать героя. Дополнительное время. Осталось 5 секунд. Очередь команды Сил Света выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Дрога рейнджер. Дрога рейнджер. Дрога рейнджер Продолжение следует... 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 Пытаются сажать и Баха, и Баха есть 5 танкосиков, может поесть и в проход, занимается. По-моему, не очень-то и шарит, как дальше идти нужно было, спалился немного, но Флайд на него не побежал. Поставили Сентрик. Ничего страшного здесь, все равно далеко, аж отшло тем временем, наносит психологическую травму номер один. Не Зику, а Автолайфу. Да, Автолайфу, очень хорошо здесь он отыграл, и на четвертом левеле забирает ничего. Вот как раз-таки Клакверк, это тот герой, который не особо восприимчив тоже, потому что он не столько с руки бьет, сколько с вот этого как раз Батария Салта, да, посмотрел там, где умер Курьер, убедился. Как же больно Рапмцессу, тут все это еще Гарпи осталось, и у нее еще маны почти на 2 воева. Он захиливается Флаской, захиливается Вич-Доктором, но все, хилов больше нету, просто нет одного хила. Ну, на ВКБ будет бесконечный, по Блоккам. И он уже на... так как когда в лесу находился, он по скидывал постоянно, для ВКБ, поэтому... Дополнительный подхил все-таки не крутинулся, она всегда будет. Ну да, но все равно это не то, это не для того, чтобы стоять на линии. Это скорее там дополнительный небольшой бонус. Грызи, крипа. Ну вообще, сделали такую ставку Team Spirit именно не на Свена своего фармящего, а на Enchantress, которая на легкой линии погибла. И в результате на топе ничего не вышло у Team Spirit. И снизу у Свена не получается, потому что он особо не фармит, у него крипов очень мало. И там и там обломались Team Spirit. Ну, сомнительная идея. Я бы даже сказал, по идее здесь не то, что на Enchantress ставку, а помешать керри соперника фармить. Но соперник играет триплу с Ченом и Вингой в качестве керри, и как ты им собираешься помешать, не совсем понятно. Ну, даблой против триплы ты помешать никак не можешь. А тренд, в принципе, против Винги. Ну, как ты Винге помешаешь милишникам? Она очень сильная. Можно было, если тренд там сразу пришел, как-то, да, аличсидами закидывать и прочее, как это сделать. Изначально там была дабла. И шансов вообще против триплы никаких не было. Посмотри вот на это, на это просто Вингу. Она закидывает свои станчики, с руки наяривает и прогоняет в очередной раз. Свен уходит без хп, ведь доктор остается на некоторое время. При том, что Чен особо и не выходит. Он что-то там фармит потихоньку, никуда не торопится. Ну, особо не фармит, все-таки God damn, да. Ты понимаешь, у него второй уровень всего лишь. Он очень часто помогал снизу, сейчас вот пошел Гарпий. Чужак сбал, да, Сати разобрал. Ну, особо не нафармил, но при этом помог очень серьезно на нижней линии, это очень важно. И в миде, что у нас там в миде происходит? 24 на 6 у Афонина. В тропке постоял он против Зерса, у которого, кстати говоря, 13 на 1, в 2 раза больше. Понятно, да, что здесь, конечно, на Афоне его перекоесят. И уже довольно много дается своей ауры. Да, ну вот теперь Айсберг получает... Айсберг получает левел 5, и его молния, она не оставляет шансов. Дает Сайланс, Чен бежит, замедление, Айсберг, но дальше дровка бежать не может, потому что у него просто нет хп, и ее Зевс убьет с молнией. Да он сейчас и Чену может убить с молнией, на самом деле. Не знаю, что он ему молнию не даст. Литингармар пошел. Посиливают. На фоне здесь есть очередной Гаст, Фрост Эролс. Немножко подбили, Сатир дал Шок Вейв. Кстати, и вынуждены. Ракетка еще залетает, боже, какая болезненная ракетка. Пошло! Но Хук что-то нет, немножко экспириенс. Да, тут просто какой-то ад настоящий на миде творится, и Зевса в очередной раз прогоняют. На этот раз Шачло подключился вместе с Гудемом, и опять Зевсу никак он не может шестой получить, а дровка уже скоро седьмая будет. Да, пытается, пытается здесь под Ливенгармором, есть еще, сейчас будет, но не добить. Ай, как обидно, нужно получить шестой, бы его добить, но до шестого очень далеко. И Гастом попадает во флайм, нужно подблочить, здесь же Гудем возвращается, ничего не боится, идет дальше за флайм. Сцепить как? Нет, сцепить вообще нечем. Какая, какая странная погоня. Ой, там инчатры еще пришел, ты посмотри. Кипетус! Да ладно, ведь как-то развернулся и погиб, в результате. А флайфе... Ой, как больно инче, просто одну тычку наносит под ней дровка, но как же больно. Зевс в итоге все еще на базе, он еще не успел вернуться на лайн, здесь что-то какая-то беготня у нас на нижней линии. Все в итоге выливается в пуш, летит сюда. Ой-ой-ой, что это, свап, даже кукшот, немножко мисс координацион, но тем не менее сделали килл на АПД. Ставят, в итоге, шачклой, нужно просто от зоны. The next level был вообще, ты не понял просто. Силы тьмы укрепили свои соужения. Да, была инициация, да, чтобы запутать всех абсолютно. Могли на самом деле еще инчу убить, если бы все поинтереснее сделали. Падает в итоге вышка. Инча тут, конечно, ворует крипов чена. Ну вот интересно, дота изменилась, если раньше инча и чена, они примерно одну и ту же функцию выполняли в начале игры, то сейчас инчандрас совсем другой, как бы, персонаж. И у чена совершенно другая роль, вообще. То есть да, он может воровать крипов, точнее она может воровать крипов так же, как раньше у него. Но, тем не менее. Сейчас больше позиционирует себя инчандрас как все-таки кор-герой, ставит ее на оффлейн. В основном используют именно untouchable против милишных коров. Просто качают еще вот лес за счет вот этого, вот этой способности, и всякие там переманивают потом в драках штуки. Но пока CallRazor стартует неплохо, 3-0 у них по счету, по киллам. Снесли еще один тавер, что тоже в целом плюс, и выходит на 3000 плюс по деньгам. Старт неплохой, опять же. 1-1 хороший задел, очень хороший задел, если вот так вот дальше двигаться. Сейчас самая большая проблема, это вот Зевс, который раздает слишком много дэмэджа, ну по той же дровке. Ей нужно срочно набирать себе плотности. Сейчас будет ПТ у нее, потом ПТ на силу можно будет переключить, купит еще один рейсбенд. Но обычно так, как собираются медовые дроу рейдж, куча рейсбендов, ПТ-шка, типа раздавать огромное количество урона, собираться вместе и пушить ТВ-ра. Главное опять же, чтобы Холлорезерс поймали ту волну, при которой они будут этим заниматься и не дадут шансов расформиться корм Тим Спирит. Ну и что делать? Заходят в смоках. Видит флай? Не минус флай. Нет, не минус флай. А теперь минус флай. Свап, да, тут должны его убивать. Очень много дэмэджа он получает. Забирают, тут же дроу рейджер вместе с вингой, дэмэджа очень много. Еще и дазл, хуже рейдж-герой, еще и чен рейдж-герой. Всем отдается по с ракет урона. Тем временем Клакверк врывается в Рамзеса. Рамзес ультует, пытается Клакверка убить. Здесь же Винга дает стань, ракетка, стань, Зевс ультует. И в итоге погибает, Рамзес продолжает драться, но нет. Винга оказалась слишком сильна. Хороший размен кэри на плейнера для Ашеров, естественно. Но хотя бы что-то удалось за счет ультимейта Зевса здесь взять. Потери слишком большие. Килл на Клакверке явно не оправдан. Ультимейт Зевса теперь потрачен и нет возможности принять бой. Сейчас еще сверху поломают. Ну да, именно. Холорезер будут собираться и теперь нет возможности сделать драку. Ну, Team Spirit вообще, конечно, не должны проигрывать эту игру. Я смотрю на вот эту двойную инициацию, на вот этот двойной вардинг в миде Атташер. Что ощущение, что там вообще ребята без коммуникации играют. Играют хорошо, но нет у них какого-то вот лидера. Ну, правильно, к аналитике сказали. Нет того, кто возглавит этих ребят, которые умеют исполнять. Они жесткие исполнители. А вот макро, там макро каких-то решений капитанских. Макро ставит два варда. Это даже, я бы даже сказал, это не макро, это какая-то дискоординация. Ну да, не сговорились. От этого тоже САПа, до времен с лукшотом это тоже не сговорились. Да, не сговорились друг друга. Но в итоге им хватает на то, чтобы снести на 10-й минуте три тавера. Вести 5-1 по фрагам. Примерно то же самое было в Токарце. Ну, я бы сказал, что там было поменьше. Здесь, и там вообще немножко другая стратегия была. Здесь как-то баланс очень хорошей магии и физики. Получается, здесь и магический урон есть, и физический. Причем даже физический превалирует. И особо от него так просто не защититься. Витвингу. Здесь на все это один Свен, который... Она типа одна, Винга подставляется. Ну, есть Грейв. Газ хороший, цепляет Витч Доктора. Свен врывается в Вингу. Начинает, ну, здорово кайтят. Тренд ультует. Дехт ультует. Гудем не ультует, потому что он четвертый левел. Дают Грейв. И вся кумашна Team Spirit бежит вперед. Свена стирают. Свапом. Винга спасается. Клокверк очень неплохо залетел. Здесь же дровка. Энчантра с импетусами настреливает. Минус и бах. И бах до конца живет. Только сейчас удается его убить. Габлака должны забирать. Габлак. 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 Пытался драться. Но такие его запрали. И автолайф. Слушай, хорошо контролирует. Член Кентавр подстанил. Койз антач пошел. Позамедлили автолайфа. И нужно забирать снюков. Фрост Эролс съедает перрифайр. Ну, все под жестким замедлением от антач. И вот эти выживают. Зато, когда зашел, стало все гораздо интереснее. В итоге Тим Спирит чуть отыгрываются. Но драку они 3 в 2 проиграли. Более того, эта драка была еще и без Чена. Ну, без 6 левела Чена и без его Мекки. Которые появятся только сейчас. То есть у Ашер планируется довольно серьезное усиление. В ближайшее время. Им побыстрее нужно 6 левел на Чене и Мекку на Чене. Это даст им нереальный буст. Да, но, естественно, Тим Спирит еще не готовы принимать такие бои. Потому что у них нет артефактов практически никаких. Единственное, у них дорогостоящие айпемы. Это поинт бустер на каблаке. Рамзеса только-только покупает себе Морбид Маск. Он будет выходить с того, чтобы на Доминаторы. То есть им нужно время. Ровно так же, как они играли предыдущую карту. Дождаться того момента, когда появятся БКБшки и блинки. Если до этого времени упадет Трон, все будет окей. Моук Чена разбивает еще раз. Не хотят они медлить. Шачло находит. Будет ли хукшот? Нет, не будет хукшот. Просто заходит на Рошана. Какой коварный план-то оказался. Просто зайти на Рошу. И Андершок пришел туда, дал по силе. Возможно, должны были убить. Тут Рошан моментально падает. Удивительно. На 13 минуты Рошан умирает. Как будто какая-то 78 минута. Настолько быстро. Настолько много демеджа. Но опять же, аура волка, аура венги и аура дровки дают очень много. 20% демеджа. Ну, в данной ситуации это порядка, там, меньше 20 дает венге. В то время как дровка дает 43. 43. И она еще даже не 11-ая. На 11-ом это будет еще больше. Второе раза. Вашние силы света на верхней линии, атакую. Молодцы, холрейзер. Молодцы, не продолжают давить. Семей, это егис. Все, осталось только в пользу них. В плане того, чтобы продолжать использовать свою стратегию. Два доминатора может будет. Чтобы много крипов было. Все правильно? Тут ударят. Тут ударят, Тер-2 без боя падает. И неужели то, что рейзер знает. Примутся за хайграунд противника. Надо обязательно стянуть. Вот стянули уже почти все. Можно даже не заходить. Да и я бы сказал, что не нужно заходить. Потому что слишком рано, еще 13-ая минута. А Чен уже на миде и уже подпушивает. И у него уже есть мега. И у него почти 6-ой. Так не прокатать в тот момент, когда уже будет поздно. Потому что вот пока, опять же, смотришь на айтек-биллд-уэть. Нет ничего. 11-ых уровней нет. Артефактов нет никаких. Вообще ничего нет. То есть, и вот главное, опять же, не потерять. Вот я думаю, что сейчас 6-ой левел Чена и Мека. И сейчас самое время. Башню сил тьмы на центральной линии. А так пульту. Там вешается левинг армор на центр 2. Вешается вифт тем временем от Дазла. Сейчас на атаке находится армор. И можно инициировать, в принципе, где-то уже и баху. Подобрать нужного персонажа и быстро растереть под газпорт. Когда пульт этот продолжает стрелять. Просто танкует венга, дровка. Ну, армора у них много. Очень приятно здесь, конечно. Тренд отшот пошел. Хорошо, шачло синициировал в Айксберге. Заметает ультимайн с Айксберге. Айксберг падает очень быстро. Дальше, неплохо дал. Рабжев танчик. Дальше пытается разобрать всех рабжев. Дальше, что будет происходить? Шлокрейв на Афонин. На Афонин. Дальше, Рабжев, Рабжев. Там случает рабжев. На Даша Боржев погибает. Есть Айксберге, с потерянной только у дровки. Падает Саш Дазл. Афонин. Возвратился. Продолжает стрелять. Подкидывает гастом. А Стас один. Без поддержки тиммейков. Будет тоже падать. Да, минус 4. В итоге вразмен на двоих и байбэк. Но явные Team Spirit здесь оказались впереди. Слишком глубоко задавили Ашер. И 2000. 2000 отыгрывает Team Spirit. Они подставились под один стан от Свена. То есть зашли, он... Стан был шикарный. Три удара сделал. Потом еще Овергроу. То есть от Габлака. И он тоже прошел дальше всех бить. Слишком много дэмэджа додел Свен. Немножечко с позиционкой, на мой взгляд, ошиблись. А на HellRaisers подставились под этот стан. Катапульту не спасли. С чем? Катапульту делала телепорт, да. Но не сделала. Да, этот стан сильно порешал. Потому что во время этого стана ничего абсолютно не делали герои. Не наносили никакого дэмэджа. Они просто стояли и впитывали. Еще и в два раза больше дэмэджа от Свена впитывали, чем могли бы. Ну, собственно говоря, сами себе Ашер каждый раз приносит вот эти проблемы. Преимущество у них было 7000 очень серьезное. Сейчас остается всего 5. И преимущество это уже поменьше. Самое страшное, что артефакты появляются. Team Spirit хороший. Но они продолжают давить. Глак полаганима собрал себе. Рамзес 1200 голды после Морбит Маски. Ну, вот хоть что-то уже есть. Продолжают давить. Заходят с Ченом. У него всего один крип. Самое страшное, что если ты вышку не сносишь, то она отхиливается до пол-хп. Потому что тренд у соперника. И тренд выходит ваганим. Выйдет ваганим. Это будет страсть. Ты вообще по карте передвигаться перестанешь незамеченным. Все будет в деревьях. Бах, там тоже. Башни сил света на нижней линии атакуют. Моцикл Рейдзерс. Они не останавливаются на достигнутом. Они продолжают кушать. Они знают, что просто ошиблись сами. Что ничего не изменилось. Они прежним своим кушем сильны. По-прежнему чему-то урон среки залетают. Башни сил света на нижней линии атакуют. Башни сил света на центральной линии. Примерно к тому, что у них было до этой проигранной драки. Только не будет Аегиса. Но зато сейчас от Кати Тульчена. Выбирают все кентавры, козавухов. Параллельно с этим. Дружину побольше. У Зевса только линза. Практически ничего нет. У Afterlife башни сил света на нижней линии. Еще есть время. У Габлака 1500 за аганим. Еще есть время для того, чтобы запушить. Да, вот приходит сюда как раз таки на топ. Ну что, Хелл Рейзерс, хватит ли? Хватит ли сил внутренних мотивации? Уверенности в себе, что самое главное подняться на пригорок чужой, чтобы снести сторону. И будут подниматься Хелл Рейзерс, потому что очень важный момент. Очень мало от спама. Его практически нет, только Зевс. И больше откидываться нечем. Там Зес, конечно, выходит в блин. Все-таки не в Доминатор. Он прекрасно понимает, что нужно дать вот тот самый хороший стан, чтобы внести максимум ДПС. Но и до блинка еще нужно дофармить. Свап. Куда? Куда? Вайпах, ты залетел. Гасы залетают. Дедспарт, обрагровый. Паш просто падает. Неплохая имплата. Хотя раз Деса можно встретить. На Деса тоже один-один раз нет. Сочло. Учем это Деса карается? Сочло. Пальше. Пальше. Боже мой. Чен погнался за айсбергом. В итоге его там просто с двух ударов убили. Ну нет, это провал. В очередной раз опять полез куда-то очень далеко. Бах. Вообще непонятно, зачем он это сделал. Мы на верхней линии атакуют. Ну разменялись на СВНа, но потом еще и Клакверк не успел отступить, еще и Венга не успела отступить, и могли еще кого-то поймать. Размен, конечно, очень плохой. В следующий раз будет еще сложнее. Сейчас еще и Крипов Чена тут нужно убить. Уже будет аганим у Венчандрос, и скорее всего у Габлака тоже будет аганим. Ничего не хочу плохо сказать. Хеллвейтер сделали все правильно, но вот идти и свапаться куда-то, когда вы бьете просто Тир-3, ему надо бить. Конечно, у вас же, ну боже, у вас тот самый демэдж с руки, которого много даже у Даззла, не говоря уж о Венже Фулс Перед. Ничего тебе не мешает стоять на месте и бить Тир-3. А вот идти куда-то свапаться... Если бы это была саппорт Венга, то это было бы хорошим решением, но это керри Венга. И она еще и без аганима, к тому же. То есть, если она погибает, то все, ничего не остается. Единственный минус урон вешается на соперника. Ой, приятный бонус. Но он слишком маленький. Вот сейчас немножко, опять же, подставились Хеллрейзерс. Вновь Тим Спирит удерживает тут 5000 денег, преимущество противника. Но это не так уже страшно на 19-й минуте. И я думаю, что Хеллрейзерсу нужно перестать вот так вот давить на хайграунд и дождаться Рошана. Уже с Аегисом играть. Ну, сейчас, да, уже нужно. Там и блин, к следующему заходу уже появится у Рамзеса. Я думаю, дофармит, не так много осталось. Что там у Тронта, у Тронта 700, даже меньше голды до покупки аганима. И Эйчандрес аганим уже имеет. Вот, наконец-то, с Доминатором находит себе волка. Сейчас бы еще... Ну, Дровкин, наверное, стоит взять Доминатор и взять себе еще одного, там, как раз Огра на минус армор. А Чену взять трех больших трипов было бы оптимально. Но идут в смоках. От минуса сыграть было бы неплохо. Что по байбекам? Байбек у СВ-9, Чи и Чену есть. То есть СВ-9... Башный сил света на нижней линии разрушены. О, а у этого парня байбека-то и нету. А там Айсберга подловили, да. Да, Айсберг минус. Байбека у него нет. Без Айсберга драться тяжко. И линия в миде пропушена. Это шанс. Это шанс для Ашер. Отличный выход. Башный сил света на верхней линии, атакует. Страданий для технических спирит. Страданий их базы. Клифт есть. Если что, несколько секунд можно будет еще отыграть. Но терять сторону не хочется. 5 секунд, все, навсего. Бэнд, есть у него Аканим. Башный сил света на центральной линии, атакует. Но и пока что эффект от этого совершенно никакого нету. Да, используют фортификацию. Мы укрепили свои сооружения. Фенка пилбинка. Ну что ж, Рамзе, твой выход. Спасай. Команду свою. Расстреливает дровка. Не так быстро падает. Тир-3, как хотелось бы. Ой, ой, как больно. И баху накидали. Да, тер-3 падает не так быстро. Но потому что это была фортификация, и сверху еще и тренд положил свой армор. Но вот сейчас падает уже достаточно быстро, по-моему. Вот сейчас появится Зевс, и Рамзе будет вступать в войну. Вот он в детстве, жалю, с ним на центральной линии, разрушена. Фортификация спас сейчас, конечно, очень здорово. Ну тер-3 только решили, да, не вижу. Решили из бараков, и это, в принципе, еще малая кровь, что называется, для этим спирит. Могли отдать и больше. В целом, все еще не так плохо. Ну, отдаваться так больше нельзя, такие же, под этот смоками, конечно. Можно владеть территорией. И владеть территорией позвонил Покал. Да, и идут сами в смоках. В итоге, Иччена, все палят, Энчат, палилась. Куда ты же идешь с твоим туммоном? Куда ты же видел? Ты же видел, как копьями откидывается Энчантрис. Ты куда же ты полез? Это минус. Ставится Дестсвар, а Хонин страдает. Айбэк от Чена, слушай, Попек зашел. Покал вверх, ворвался, поставил Коги, отрезал пол команды. Тренд заультил. Погоня за Афони, и Афони получает стан. Ульт для Меркейп, успевают накинуть. Стан в этот момент в Зевса. Бьет Чена на развороте. Отправляют дробку на базу за Чен-то, которая просто готова была уничтожить Чена. Дают Грейв. Выбах, ибах на развороте. Получает стан. Каски лично, ибах все равно погибает, правда. Опять же, и каски залетают, только сейчас будут падать. Как же они будут падать? Афони для Меркейп, конечно, спасает, но не на долго ли. Плай погибает все-таки. Слушай, Пайбэк сейчас тут вверх. Драка продолжается. Айсберг в лоу ХП пытается уйти. Там уже за спиной Тиртбакс разобрались с Ченом. Но падает Сирт. Тим Спирит тоже поддались. Они не смогли. Их заманили в ловушку. Их заманили в СНГ Доту. И они тоже умирают. Боже мой. Такой трэш за месяц. Сутокия разница в плюс для Тим Спирит, учитывая, что было два байбэка от HellRaisers. Но можно было и не терять. Слену, например, потерять. Да, сейчас еще мог бы появиться Рошан, но везет Тим Спирит. И появится Рошан совсем-совсем не скоро. И не успеют развести никак на байбэк. Ну вот, на самом деле, видно, что Тим Спирит, они прямо идут вот какой-то такой вот свиньей, там, я не знаю, клином все вместе. А то, что идут, как идут Ашеры, это какая-то, я не знаю, дельфинья. Потому что часть героев здесь, часть здесь. Кто-то стреляет с... Вообще, Даззл вообще вот здесь находился. Он через речку махал дровки. Под все удавал. Я тебе даю Глимеркейп. Дровку только перестал бить Свен. Ее уже отправили на базу, хотя она его просто расстреливала. Ну, там такая ситуация, что заюзан был краткий телепорт в момент, когда Свен инициировал дров. Ну, в общем, да. Это все очень выглядит странно в исполнении Ашеры. Их Тим Спириты просто бегут и одним кулаком убивают. Единственная ошибка была, когда они действительно разделились и уже полезли под Тир-2. Но главное, что Тренд потихонечку сейчас начинает ставить свои деревья. И все проще будет играть. Да, и все меньше, я думаю, шансов здесь у Ашер. Именно вот с точки зрения того, что когда ты пушишь, все просто. Ты идешь и ломаешь базу. Когда ты не пушишь, у тебя гораздо больше вариантов действий. И они теряются немного относительно Спиритов. Башню Сил Тьмы на верхней линии атакуют. Башню Сил Тьмы на верхней линии атакуют. А, ну, вообще, пока еще, в принципе, не так плохо. На самом деле, то, что Свен погиб, он много артефактов не заработал. То, что другие фармят, конечно, это плохо. Особенно Энчандрес, например, смотришь на Аплайф, который купил себе уже в Аплайф, и у него вроде бы все хорошо. Зевс Форстаф прикупил себе тоже же парень эскейп, имеет габлак, сегоним. Ну, есть негативные стороны, но по-прежнему, подряд ли, что неплохие шансы остаются. Ну, а Эггис, ну, опять же, я думаю, что будут упарываться в пуш до последнего. Ну, с Айгисом сейчас нужно давить, конечно, там бараки голые стоят, они просто так и манят HellRazer, говорят, идите к нам, бейте нас. А вот им спирит будут давать отпор. Преимущества, как такового, у HellRazers уже нет. Если мы говорили, что 5000 на минуте 10-й, это круто, это здорово, это хороший старт, а то на 24-й, это небольшой запас денег, который потеряется там при одном неудачном заходе. Да, не так много, но все-таки преимущества есть. Заходят. Из ультимейтов нету только Клакверка. 15 секунд, и будет у него ульта. Нужно бить, нужно кому-то бить бараки. Рамзес. Ой, Рамзес. Рамзес в инвизе. Стоит около деревца. Рамзес. О, это не бить. Расочки, молнии, откидываются, чем могут. Рамзес ждет вот новый момент для того, чтобы ворваться. Нет байбеков у большинства товарищей. Вот у Зевса только появилась, и все равно тоже. Да, идет битбах, у нее нет аегиса. Какого черта вообще происходит? Глогрейт получает гаст, еще показываешь, подкил. Байтил, подлегку ее на себя, а гастки там, Афонину больно. А где тут получается так же это больно? Подкил, ставит дезвард, и 6-7 дэмитом не отправляет, погибает без байбека. Ну, а теперь Райзверк будет догонять молнии, выписывает на форстапах. Рамзес ускоряет тоже свою команду под варкрайм, прыгает на блинг, сдает и баху стан. Афонин гаст, ну, хоть как-то, по-моему, своему тиммейту, не удается. Афонин, если бы ты развернулся, начал драться, и у него, конечно, аеги, ты же потеряешь, аеги за свою жизнь. Или что? Что происходит? Ну, что-то непонятное. Тим Спирит просто танцует вокруг него хоровод веселый, и вот только сейчас убивают. Там иллюзия Венги, но иллюзию Венги забирает Энчандрас. И теперь шесть героев в команде Тим Спирит, и свапы тоже работают, все работает. Да, это классно было сыграно, а то Афонин тоже погибает. И Андерсток тоже подстраивался. Ну, окей, ребят, по спросу драки, конечно, вы спасали диммеркипом, но кто сказал, что в этот раз не будет до стол? Боже, какой провал собирать Аганим на Венге, когда у соперника Энчандрас, он даже об этом не подумал. И это настолько жестко. Просто полноценная Венга появляется в команде Тим Спирит. Ну, у него, короче, урон уменьшен 28%, и дополнительный урон тоже 28%. Даура и ауна. Да, но она нейтрализует свою ауру. А куда она свапнулась-то вообще? А, Венга появилась. Силы света укрепили свои сооружения. В одном случае это опять-то промалка. Резерс, на траках, проигрывают габака, свапают, летают кукшой-то качло, габлатки и корма. И гемордат, ой, гемордат неприятно. Ну, уже, по-моему, у Тим Спирит плевать, что происходит в этой игре. Они так уверены в том, что у них все будет хорошо, что позволяют себе какие-то слишком наглые загулы. Силы света лишили врага награды за башню на Центранине. Ну, да, а гоним вот прям хоть бери и выкидывай. Просто минус Венга и плюс Венга у соперника это... Есть лучший вариант. Можно просто не дохнуть вперед, не идти и не свапаться. Ну, можно просто его продать и купить себе что-нибудь другое, потому что это... Все равно это получается минус артефакт в данной ситуации. Ты в случае твоей смерти делаешь команде только хуже. А больше, кроме этого, он тебе особо ничего не дает. Ну, статы дает. Ну, можно купить на статы, я не знаю, все что угодно. И какой-нибудь там... Скади. Так, а Шерой все-таки еще хотят. Они верят. Ничу свапнут. Свапнут Ничу. Или убить Ничу. Гаст, форстаф, автолайф, жить будет. А я на звороте безмарт и стан вебаху. Еще ультимейте в Саша, человек снова проседает. Нет, только не опять, только не Венгу, только не Венгу. И Бе снова перепризывает Личатрис. Да, теперь у них есть... Силая Венга, которая свапает, которая станет, которая дает бейп. Слушай, Львов, слушай, пока расценивает Афонина. Афонина расценивает неплохо, у него что-то все забили. Равно, что он вообще ушел. Убивает как-то нужных героев. Вот моя цель. Видите, Афонина, Афонин. Афонина, Афонина, Афонина. Афонина тоже забирают. В итоге остается один только Дазл. Ну, его, конечно, не отпустят. Санчик. Есть Гем. Гем уже опять-таки выпить. Ну, я думаю, сейчас ГГ прямо напишут, Ашеры. Они идут в этот мид без конца. И без конца просто на нем дохнут. 9-1 уже у Афтерлайфа. И у него собственная венга. 15 секунд еще будет. Очень приятно, конечно. Фапает. Все фишки решил попробовать. Так все работает. Работает неплохо. Ну, на самом деле, даже без этой венги, это такое скорее... Вот в данной ситуации это скорее небольшой минус. И будь игра поровнее, и это была бы шестислотовая венга, и она бы сделала этот аганим себе и вот так вот подставила команду. Было бы пожестче. Но в данной игре это еще один пункт. Это просто приятный бонус такой. Потому что и помимо него очень большое преимущество у Team Spirit именно в контроле драки. Именно в тимфайтах. Там артефакты появились. Появились артефакты крутые. и позволили отбивать пуш эти бесконечно от Ашеры. Ну и уже вот, наверное, действительно, этот последний замес вам показал, что Ашеры больше не могут пушить. Если они хотят еще в этой игре как-то бороться, то нужно уходить просто в фарм. Фармить себе какие-то айтемы на дэмэдж, на выживаемость, БКБшки собирать и прочую гадость. Иначе шансов вообще не будет, если они будут суицидиться об чужую базу. Так хоть какие-то шансы будут сохраняться. Мог прожарить, как говоря. Очередной. Ну, может, в этот раз получится. Ну, идёт, оказывал первым. И вряд ли это получится. И находит вещь доктора. ВДП-схема. Габлак приходит, просветил внезапно, предкрит андершон. Андершон шелок рейв. Простов, не замутать. Скоро заюз, но в игроку хотел дать Габлак. Но, нарушу, не потаил шочло. Позволил. Армлет у Рамзеза. Да, Рамзез уже довольно давно купил. Габлак так потихоньку-потихоньку обставляет карту деревьями. Ну, она пока что только на его половине, немножечко. Кстати, именно в этом фишка гема-то вся, собственно. Увидите эти деревья. Иначе как-то совсем никак. Так, какие-то крипы стоят рандомные на миде. Это чьи вообще с доминатора, судя по всему. В виде крипов я чё-то их не вижу. Ну, всё, всё, их убили уже. И уже убили на... На руне, на нижней они были. Шапастый, это шок, это шок. Это шок, сплитер. Да. Афоня почти с БКБ. Ну, не знаю, по-моему, Афоня здесь крайне тяжело. Уже, да. Уже тяжело. Он не успел с темпом набрать себе нужных айтемов. Уже 30-я минута. И только БКБ себе пытается нафармить. Ещё на свиток нужный денег. При этом успел с Вен практически себе этот артефакт выйти. У него горклапы и 2 400 сверху. Мы ставим паузу. Немного времени передохнуть, собраться с мыслями. Да, почекать какую-нибудь стату интересную, которую нам прислали, как раз-таки можно. Дроу против Свена. 3 игры, 66% винрейт. Ну, то есть 2 из 3 стащила. Дроу плюс Венга. 43 игры, 69% винрейт. Хорошая связка. Пытаюсь сейчас посмотреть, что у нас там на параллельной трансляции. Вообще, идёт ли матч, или он уже закончился. Да, там... Да, Na'Vi играют, дорогие друзья. Обязательно смотрите пока паузы. Вообще, открывайте в параллельной вкладке. Na'Vi против Mammoth Boys. И там, в счёт серии 1-0, Na'Vi введут, и у второй карты у них всё не так круто. Там, в общем-то, ещё пока война. Ловная. Смотрите, у нас здесь пауза сейчас тоже будет отжиматься. Я вижу спектру, и я понимаю, что спектра должна всех наказать. Иначе никак. Да, но, увы, у нас отжалась пауза. Мы будем смотреть опять эту игру. Будем смотреть за пушем бесконечно. За бесконечным пушем просто. Хотя, на самом деле, там... Ооо, Undershock! Вот я об этом и говорил. Что делаешь, друг? У тебя 2 варда, ты бегаешь, и... Понятно, один постоянно не представляешься. Ну, такой, лёгкий спейс. На самом деле, вот, он... Ему-то как раз можно. Он там что-то бегает, устанавливает. Как команда... Его команда заводила чужим песком. А толку от того, что он с другой стороны ставит эти варды, учитывая, что всё равно там Трент расставляет всё деревьями, его всё равно видят, где он проходит, и всё равно Зевс это всё сбивает, и Гем, по-моему, тоже у них. Они его даже на базу отнесли, чтобы... Да, он на базе валяется. За ненадобенностью пока. Ну да, просто потому, что им он вредит гораздо больше. У них и так, за счёт Трента, Вижона нормально. Вот смотри просто на Team Spirit. Они даже не собираются переходить на вражескую половину. Они просто сидят на своей. И ни одного дерева даже. Вот первое дерево поставил аккуратненько снизу. Торопится. Но вот сейчас, правда, появились две 10-секундные БКБшки. Этим можно пользоваться. Потому что как останавливать Свена под БКБ с блинком, с армлетом, я не знаю. Как останавливать Энчандрис, который будет давать тебе импетусы, имея Dragon Lens, БКБ и Аганим, я не знаю. И целый лвл 16 ещё. Что за ребятишками делать, непонятно. Да, кстати, спасибо всем, кто написал, что Линза не работает на Ultimate Enchantress. Работает Dragon Lens только, да? Да, работает только Dragon Lens. Габлак продолжает устанавливать свои варды. И пошёл Свен. Углазает Севингу. БКБ-прак не подрубил, армлет тоже. Есть овергроу. Виф вешается. Годем там немножко постел среди своих же суммонов. И расстреливает. Как же расстрелить здесь Afterlife этого андрушока? Вы должны спешил укрепт и паут бежать. БКБ-шки пошли. Ультимейт Деса Чена приговаривает. Рамзес разваливает суммонов Чена. Ставится Death Ward. Очень больно. Афонин очень больные бафы и баф лобит. Иппедушь погибает импедусы. И Афонин. 90 хп бежать, 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 бежать. Иги! Турд оф Шарреллз. Подхил, подхил. Хотя на разговоре. Холлоу Грейп. Боже, как он живёт. Ты посмотри, гастом отсидывается. И пытается у Розенскейперов погибает. Афонин ещё и суживает. Фантастика какая. Как же классно ты сыграл. Газлик. Так, ну вот они. Пошли просто импедусы и всё. Сказка закончилась. Пришёл. Афтерлайф всех застрелил. Бьёнд Гудлайк на Enchantress 12-1-13. Забрали гем очередной. Эх, к счастью, было так близко. Да, ну довольно-таки близко было. Действительно, забрали двоих. Хотя, с другой стороны, и у Team Spirit счастье было близко. Они могли ещё быстрее разобраться здесь. Башню сил света на нижней линии. Ну и что, Афтерлайф может себе покупать всё лучше и лучше артефакты. Не знаю, правда, что ему. Ну, такой-нибудь... Муншард, да, до скорострельности, может быть, какой-нибудь хех, чтобы мана не кончалась никогда, в принципе. Чтобы мана не кончалась. Началась никогда. Всё неплохо. Team Spirit уже ведут 7500 по золоту и будут только отрываться дальше. Тренд продолжает. Он уже поставил и здесь дерево, и ещё сейчас одно поставят. Башню сил света на нижней линии. Разрушена башню сил света на нижней линии. Ну, а почему бы и нет? Там на два дерева у него маны есть. Вот идёт в секрет шоп, сейчас поставят одно. Ошибаюсь, в одном из последних патчей расширили радиус действия этого самого ультимейта, по-моему. Я смотрю, какие-то огромные у них вот эти круги, и мне ещё подумал, а они всегда такие были или нет? По-моему, на 100 подняли, сейчас с 800 было 700, что-то такое, по-моему. Ну, это очень много. 100 радиус это, получается, по 200 в каждую сторону, учитывая, что это кружок, а не просто в одну сторону какая-то линия направленная. Ну, он уже рефрешер себе фармит. Вот, ты посмотри просто вот на это вот, этот трэш. Ага. Клакверк вот ломает, но всё равно круг огромный. Он ставит два дерева, всё, он может на Рошпите одним деревом весь Рошпит контролировать, а двумя тут вообще. Заходит на Рошан, возможно, это одна из последних драг будет, если её проиграют Ашер, потому что проигрывать им, ну, никак нельзя. С другой стороны, там кто-то вписался из Эншинтов, потому что там сыроедет, фукшот был потрачен, куда-то рассказы, и Рошана забирают такие Ашер, они должны это были сделать. Да, я не знаю, конечно, по спирит, отдали из-за этого клакверка. Ну, Афтерлайф, ты посмотри, с хайграунда, импетус, импетус болезненный, и залетает Чеберскоу, как же больный пак под Шеллоу Грейвом, пытается драться Рамзес. Смотри, это СКП остался, просто погибай. Ну, это Рамзес это не кэрри, кэрри это Афтерлайф, вот он просто раздал дэмэджа. Сейчас мы посмотрим Fight Recap, если, конечно, ГГ не напишут раньше, и увидим, насколько же много. Хотя шанс Афтерлайфа забрать есть, но нет, его сваблют. Один против всех, там его фуршок отзвонили. Маны нет. Маны нет, у него биллион год лайк, так хочется, но кавки залетают, он дает еще один импетус, еще мне маны на один импетус, говорит. Ой, это Рэйдж импетусом, ху-ху, вот это он выдал, вот отсюда, вот сюда. Это жесть. Внимание, Fight Recap. Башню сил света на центральной линии. 4400 урона, это больше, чем Зевс. Какой герой может нанести в драке урона больше, чем Зевс? Одним с пылом. Не имея АОЕшек. Да, это просто фантастика. Это таргет, там, таким таргетной способностью. 4300 урона. Ну, муншард и шиву. И легкий экс. Маны, потому что просто не хватит с муншардом, она будет слишком быстро выстреливать. С другой стороны, если ты моментально выстреливаешь 4000 урона... Это тоже не всегда плохо, да. Два вводят стоун. Вот такое интересное событие. Таким образом, каблак, я так понимаю, выходит в рефрешер понемногу. Пусть будет. Надо что-то придумать СВ, но в любом случае погибает он довольно быстро. Почему-то. Потому что заходит он в траку, и получает физ ДПС в лицо, умирает сразу же под БКБшкой. И надо что-то с этим делать. Умирать так быстро не хочется. Хочется быть живым щитом для той же самой энчантрис, например. Думаю, Рамзес об этом сейчас будет беспокоиться. Купить себе плейт-мейл, условно, можно. Хотя бы один плейт-мейл, уже много вопросов будет решать. Димит себе резист физ урона. Очень много поставил, зачаровал, точнее, деревьев у нас тренд. Видим, по всей карте стоят. И вот эти вот на деревицах. Да, кстати, я уже начал сомневаться. Действительно, там запутывающая инфа, что Аганим нельзя выложить или продать. Я уже был готов поверить, но Венга выложила или продала его, и красавчик, и бах. Это осознание. Лучше поздно, чем никогда. Но я думаю, что это просто из-за того, что реально мог каждый совершить такую ошибку. Не так много мы видим энчантрисов и Венг, которые вот в такой ситуации оказываются. Я думаю, что после этой игры он больше никогда такого не сделает. Ну да, это нужно испытать на себе. Испытал на квалах. Ну, разок, да. Удивительно, что раньше не произошло. Но зато мы видим, что по ходу игры принял хорошее правильное решение. Или, может быть, кто-то ему подсказал. Но в итоге это Керри Венграф все равно имеет только пятый на Творс. По деньгам, конечно, довольно серьезно просело. Что поделать. Такая ситуация. Ну что ж, Team Spirit сами будут подниматься теперь на хайграунд. Включаем таблицу байбэков. Что есть? Есть у Афони на байбэк? Есть... Все. Больше байбэков нет. Верать нельзя. То есть, мы кулдалом на байбэке уж очло. Не забываем над кукойки. Есть уже октавинкор у Зевса. Ну, и Айсберг начинает все сцепали. Немножечку прочитать. Да, что делать, Ленчандр? Вот это радиус атаки. Снайпер позавидовал. Какой мне там демо... Радиус-то вообще? Боже мой. Ну, 870. Да. Какое-то слишком дикое получается. Она вышку бьет так, что я... Идем, может, в ответ. Да, что далеко не летает. Пошел... Зачем-то так. Свен. Врывается. В год демо. Гуд демо не успевает вообще ничего сделать. Тюльд дикца. Минус венга. Минус три. Начнем, что что-то это сделал. Пошел. Команда не хотела явно траться. И таки-то, что за него вписались какие-то. Про импетусы. Да, дроурренджер. Там демодж какой-то не. ГГВП. Вот это Энчандрос. Давненьких таких не было. Наверное, с пабликом Горены 2011 года я не видел такой демодж с Энчандрос. Таких жестких вообще Энчандрос. Благодарю, Сотолайф, Айс Прога за этот Драгон Лайнс, наверное. За новую Энчу, которая пробивает БКБ. На самом деле, все понятно становится, почему она настолько сейчас популярна на харде. Вот 14-1-17, и ее просто нечем было убивать, при том, что она наносила какой-то нереальный дамаг. Там все получилось неплохо. Тим Спилит в очередной раз. Хеллрейзер дважды подряд попробовали пробить базу противника, сделать как можно раньше. Брали разные пуши абсолютно через отданников по углу в первой карте, через использование дополнительного урона от этих многочисленных ауров в карте под номером 2. Нигде не добились успеха, просто как об стенку убивались и Тим Спилит в очередной раз.